Полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов провел экстренное совещание по ситуации, связанной с весенним половодьем. В зону риска попадают 16 регионов Центрального федерального округа. В пяти из них уже сложилась непростая ситуация. В зоне подтопления оказались 8 населенных пунктов. В Ивановской области обстановка пока спокойная. Но если погода в апреле будет теплее обычного, неприятных сюрпризов не избежать. При тех запасах снега, которые сейчас находятся, запас воды снега, они превышают в 2-3 раза выше нормы. Но глубина промерзания почвы небольшая, поэтому все будет в основном зависеть от погоды. Особенность нашего области в том, что у нас проходит водораздел. У нас речки небольшие, но очень быстро поднимаются и очень быстро наносят всякие нехорошие явления на дорогах. Масштаб последствий паводка будет зависеть от того, как муниципалитеты подготовились к чрезвычайным ситуациям. Если вовремя были очищены мосты, русло рек, ливневки, тогда ничего страшного, возможно, не произойдет. Особенно тщательная такая подготовка должна быть в тех местах, где каждый год происходит подтопление. У нас традиционно-то это, естественно, лох-холый, они попадают в зону подтопления, причем жители там, это все из года в год. У нас подтапливаются два моста, это в Гавпасадском районе и в поселке Холы. С Гавпасадским мостом мост уже сейчас перекрыт, он усилен, проведены работы, движение по нему сейчас уже закрыто за благовременно, то есть проведено мероприятие, чтобы он сохранился после половодия. Пик таяния снега, по прогнозам синоптиков, придется на середину апреля. Ситуация сложная, но не катастрофическая, говорят в гидромедцентре. Как бы то ни было, в ближайшее время спасателям придется быть на чеку.